Привет, малыш! Хорошо, что ты опять к нам заглянул. Нажми на закладку в книге, и ты снова окажешься в удивительном мире растений. В этом разделе ты узнаешь, какие бывают растения. Малыш, выбирай, что мы будем делать. Если ты нажмёшь на телевизор, то узнаешь много важного. Играть. Узнать кое-что важное. Узнать о растениях удивительные и интересные вещи. Бунька, я вот подумал, все животные имеют семью. И у кошки есть семья, и у муравья. А как же растения? Так и живот всё время в одиночестве. А вот и нет, Бу. У любого растения есть своя семья. Вот послушай, каждое растение имеет название. Это как имя, да? А фамилии у растений бывают? Не совсем, Бу. Но имена у растений двойные. Мы привыкли говорить только одну часть. Например, ромашка. А как её полное имя? Ромашка лекарственная. Как интересно. Мы знаем имена цветов и деревьев. Все растения с одним именем – это один вид. Ага, я понял. Посмотри, Бу. Это красная смородина. И все-все кусты красной смородины – это растения одного вида. Так. А чёрная смородина – это уже другой вид? Точно. Чёрная смородина – это уже другой вид. Но ведь они очень похожи. Они обе смородины. Правильно, Бу. Разные виды растений объединяются в род. Вот так разные виды смородины будут принадлежать к одному роду смородина. Надо же! А я боялся, что растениям одиноко. У них оказывается много родственников. Даже больше, чем ты думаешь, Бу. Ведь разные рода растений могут находиться в родстве, входить в одно семейство. Ой, и у смородины есть родственники. Да, конечно. Вот посмотри, крыжовник. У него свой род – крыжовниковые. Тогда получается, смородина и крыжовник относятся к одному семейству. Правильно. И семейство это называется – крыжовниковые. Вот это да! Семейство крыжовниковые. Надо же, как здорово! Бунька, расскажи что-нибудь еще интересное. Растения начали изучать давным-давно. Уже тогда заметили, что растения бывают вечно зелеными и листопадными. Бунька, чем различаются эти растения? Листопадные растения каждый год сбрасывают свои листья. Это клён, яблоня, береза, каштан. Овечно-зелёные. Они меняют зелёный покров постепенно, в течение нескольких лет. Это ель, сосна, туя. Ещё растения бывают дикорастущими и культурными. Культурными? Вежливыми такими, да? Нет, Бу! Культурными называют растения, которые человек стал специально выращивать для своих целей. А для чего именно? Например, вишню выращивают для еды. Вкусно! Я люблю вишню. А вот дикая вишня показалась бы тебе кислой и мелкой. Человек долгое время отбирал деревья с крупными и сладкими вишенками. Получается, что все культурные растения произошли от диких? Конечно, Бу! И теперь мы можем наслаждаться клубникой, малиной и яблоками. А многие растения очень помогают нам бороться с болезнями. Их называют лекарственными. Точно! Я знаю много таких растений. Это календула, подорожник, липа, облепиха, ландыш, крапива. А вот тюльпаны. Для чего нужны? Такие растения называют декоративными. Они нужны для красоты. Посмотри, какие красивые розы, кувшинки, люпины, пионы, бархатцы, ирисы. А еще растения могут быть травянистыми. А я знаю, а я знаю. Вот осока, трава. А еще есть клевер, мятлик, вьюнок. И как же оно называется? Забыл. Смешное название такое. А, вспомнил! Ежа. Правильно, Бу. Еще есть кустарники. Это растения, которые растут кустами. Правильно? Точно. Так, не подсказывай. Сейчас буду вспоминать. Кустарники это... Смородина, крыжовник, малина, сирень, розы, шиповник. А еще бывают древесные растения. В смысле деревья, да? Правильно. Это тополь, вишня, слива, вяз, ясень, акация, рябина. Послушай, Бунька, если мы так хорошо знаем растения, выходит, за ними долго наблюдали? И не только наблюдали. Когда начали открывать новые земли, оказалось, что растения такие разные и необычные, поэтому стали собирать из растений целые коллекции. Такие коллекции называют гербарии. И в гербарии можно увидеть растения, которые у нас не растут? Да. А еще те растения, которые стали очень редкими и могут исчезнуть. Их специально охраняют, записывают в особую книгу. Ее называют красной книгой. А почему красной, Бунька? Красный цвет цвет предупреждения об опасности. А какая опасность грозит, Бунька? Опасность навсегда потерять редкие растения. В красной книге можно посмотреть, какие растения нужно оберегать. Например, в красную книгу занесена сон трава. Как интересно! А мы можем собрать собственный гербарий? Конечно, Бу! Давай поиграем в игру. Будем собирать свой гербарий. Малыш, самая большая ягода в мире это арбуз. Малыш, есть растения, которые называют растительным мясом, потому что в них много белка, как в мясе. Это горох, бобы, фасоль и соя. Маленькое чудо у тебя дома. А здесь мы будем собирать свою коллекцию растений. Я не умею. Расскажи, как собирать гербарий. Нажимай на картинки, чтобы собрать фотографию. Тогда это растение попадет в твой гербарий. 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 Малыш, это шиповник Шиповник называют еще дикой розой В плодах шиповника много витамина С Чай из шиповника очень вкусный и полезный Если его пить, то никакая простуда не страшна Малыш, это ландыш Древнее название ландыша – лилия долин В древности ландыш считали цветком богини восходящего солнца и весны Ландыш – очень красивое, но ядовитое растение С ним надо быть очень осторожным Плоды, цветы и листья ландыша нельзя употреблять в пищу Малыш, это кабачок Кабачок – очень вкусный овощ Его варят, жарят, засаливают И даже делают из него кабачковую икру Малыш, это черемуха Там, где растет черемуха, обычно чистый и здоровый воздух Черемуха хорошо очищает его от вредных бактерий Отлично! Ты все сделал верно Чтобы начать сначала Малыш, а здесь ты узнаешь, как вода движется в растениях Малыш, для этого чуда тебе понадобится Баночка с водой, пищевой краситель, белые гвоздики Высыпь пищевой краситель в воду Поставь растение в окрашенную воду Посмотри на растение через некоторое время Ты увидишь, как произойдет маленькое чудо Цветы гвоздики стали синими Потому что синяя вода движется по растению и окрашивает его А если взять пищевой краситель красного, желтого или зеленого цвета То можно получить разноцветные гвоздики Ты можешь это все сделать дома и убедиться сам В этом разделе ты узнаешь о детках растений Бунька, растения оказываются такие интересные существа А, познакомь меня с их детками Мы будем вместе играть, бегать Бу, детки растений, как и любые детки, похожи на своих родителей Ты хочешь сказать, что маленькие растения тоже стоят на месте и совсем не шалят? Да, маленькие растения тоже стоят и растут на одном месте А откуда они берутся на этом месте? Растения вырастают из семян Будешь гулять, посмотри Под большими деревьями растут много маленьких деревьев Возле большого каштана растут маленькие каштанята А под дубом маленькие дубки Точно, я видел Я еще подумал, кто так много маленьких деревьев насадил А когда растения вырастают, на них появляются цветы Да, они очень красивые и так пахнут На цветах есть пыльца Ее переносит ветер или насекомые на другие цветы Так получаются новые семена Не понял Вот я знаю Весной яблони цветут А потом на них появляются маленькие зеленые яблочки Их еще нельзя есть, пока не созреют Правильно А внутри яблочек растут семена Ты хочешь сказать, что косточки яблок – это их семена? Да А знаешь, где семена у клубники? Не знаю, как-то не задумывался На клубники есть такие желтые зернышки На веснушке похожи Это и есть семена клубники Вот это да! Давай поиграем в игру Будем отгадывать, какое растение вырастает из какого семянышка Идем играть! Малыш Кислород, которым все дышат, делают растения Больше всего кислорода выделяет в мировой океан Бу! Но ведь мировой океан – это не растение Верно! В океане живет очень много разных растений Большинство из них – это водоросли Они очень маленькие И мы не можем их увидеть Но именно они делают больше всего кислорода Малыш, тебе нужно найти растение и его семена Чтобы открыть картинки, нажимай на квадратики Если ты все сделаешь правильно То все квадратики исчезнут И ты увидишь картинку, которая спрятана под ними Орех Кукуруза Слива Орех 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 Ясень Калина Кукуруза 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 Каштан Ясень 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 Каштан Каштан Калина Слива 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 Калина Калина Малыш, это Мелисса У Мелиссы легкий аромат лимона Отсюда ее второе имя – Мелисса лимонная Мелиссу также называют лекарственной Она прекрасно успокаивает и помогает при бессоннице Вот это да! Ты отлично справился с заданием Чтобы начать Малыш, сейчас мы расскажем тебе, как вырастить растение из маленького листика Есть такое комнатное растение, называется фиалка Нам нужно аккуратно оторвать от него листик Листик фиалки помести в банку с водой И подожди несколько дней Ты увидишь, как произойдет маленькое чудо Из листика вырастут корешки Высади листик в горшок с землей и накрой стаканом, чтобы создать растению хорошие условия Вскоре у тебя вырастет новая фиалка Не забывай поливать ее Вот так из маленького листика ты можешь вырастить самую настоящую фиалку В этом разделе ты узнаешь, какие предметы делают из растений Знаешь, Бунька, что я подумал? А если бы растений вообще не существовало? Наверное, грустно было бы... Грустно не было бы Потому что нас тогда бы не существовало Это почему? Бу, ты забыл! Весь воздух на земле делают растения Когда они готовят себе еду из воды и углекислого газа То у них получается сахар и кислород Кислород они выбрасывают в воздух А все живые существа, и растения, и животные, и грибы Потом вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ Чтобы получить из еды энергию А еще благодаря растениям у нас есть одежда, бумага, еда, музыкальные инструменты Я вот знаю, что из дерева очень много строят Точно! Ведь у нас вся мебель из дерева А еще из дерева делают костер Получается, что растения несут тепло в наши дома А я читала, что в доме есть горячая вода, электричество и горячие батареи Потому что на электростанции сжигают уголь Правильно! А уголь получается из растений Вот не ожидала, что ток у нас в проводах благодаря растениям А еще из растений делают краски и разные пластмассовые штуки Да, а еще у растений есть цветы Это красиво! Цветами мы все украшаем К тому же цветы очень приятно пахнут Поэтому из них делают духи Растения добавляют в шампунь, мыло Ух ты! Я не знала, что такие нужные вещи, как духи, мыло и шампунь делают из растений Бунька! А ты знаешь, из чего делают специи и разные приправы? Неужели тоже из растений? Да! А знаешь, почему так вкусно пахнут булочки? В них добавляют ваниль, а ваниль это растение А чтобы еда была острой, в нее добавляют перец, это тоже растение Ух ты! Как интересно! А я знаю, что растениями еще лечат Точно! Мне мама заваривала липовый чай, когда я болел И ставила горчичники, чтобы я не кашлял Ой, Бу! А ведь горчичники делают из горчицы А это тоже растение Верно! Я тут придумал одну интересную игру Она называется «Что делают из растений?» Давай в нее поиграем Давай! Малыш, чтобы получить вкусное мороженое, используют специальные вещества загустители Альгинаты, которые получают из водорослей Малыш, все пряности, которые стоят у мамы на кухне Ваниль, корица, перец Это растения Сейчас ты увидишь предмет Тебе надо решить, его делают из растений или нет Если из растений, нажми левую стрелочку Если нет, нажми правую стрелочку Альгинаты, повидITE Пред bunları Получают Малыш, давай попробуем сыграть еще разок Чтобы начать сначала, нажми чистый листик Новая игра Сейчас ты увидишь предмет Тебе надо решить, его делают из растений или нет Если из растений, нажми левую стрелочку Если нет, нажми правую стрелочку Смотрите продолжение в следующей серии Вот это да! Ты отлично справился с заданием Малыш, ты можешь устроить у себя на окне настоящий огород Для этого возьми луковицу и поставь ее в баночку с водой Через пару дней у луковицы появятся корешки И ее можно будет пересадить в горшок с землей Поставь горшок на солнечный подоконник И не забудь поливать Если ты все сделаешь правильно, вскоре у тебя вырастет лук А еще можно посадить корешки петрушки И у тебя вырастет петрушка В этом разделе ты узнаешь, для чего применяют разные растения Бу, я вот подумала, ведь растения дают нам, животным, много разной пищи Это какой, например? Во-первых, овощи Верно! Сейчас буду вспоминать Картофель, свекла, морковь, капуста, огурцы, редис, помидоры, лук, чеснок Правильно! Во-вторых, фрукты и ягоды Яблоки, груши, малина, слива, черная смородина, вишня, виноград Правильно! В-третьих, хлеб и разные булочки получаются из пшеницы и ржи А еще каши всякие Рисовая, гречневая, овсяная А еще из растений получают масло Из подсолнечника подсолнечное масло Из кукурузы кукурузное масло Из оливок оливковое масло Я сейчас вспомнил, что из пыльцы цветов пчелы делают мед Люблю есть мед вместе с чаем Бу! А ведь чай это тоже растение И кофе, и какао А из какао делают самую вкусную вещь на земле Шоколад! А знаешь, какое растение используют для приготовления конфет и зефира? Какое? Водоросли Не может быть! Из водорослей получают агар Это вещество делает желе Поэтому он очень нужен для приготовления сладких вкусностей Вот здорово! А еще из растений делают ароматические масла Это такие масла, которые очень приятно пахнут Я сейчас попробую угадать, из чего делают эти масла Из розы, апельсина, лимона А еще из мяты, сосны и многих других растений Да, сколько разного и интересного дарят нам растения Давай поиграем в еще одну игру, чтобы ближе познакомиться с растениями Малыш, многие модницы, которые носят украшения из янтаря Обязаны именно растениям Потому что янтарь – это окаменевшая смола хвойных растений Малыш, для получения киселя используют крахмал Который получают из картофеля или кукурузы Мебель Парфюмерия, мыло, шампуни Хлеб, мука Сладкая Внизу экрана на картинках появились группы предметов Сверху появится картинка растения Ты должен решить, что из этого растения делают Например, мяту могут добавлять в шампуни, чтобы они приятно пахли Могут добавлять в сладости А еще из нее делают лекарства Получается, для мяты мы можем выбрать три группы предметов Лекарства, сладости и парфюмерия И это будет правильно? Да, правильно, малыш! Попробуй теперь ты Тростник Роза Мята Рис Овес Гречка Дерево Малыш Попробуй сыграть еще разок У тебя обязательно получится Чтобы начать сначала, нажми чистый листик Напитки Сладкая Пряности Лекарства Какао Мята Свекла Свекла Кофе Тростник Ой, малыш, что-то ты сделал не так Попробуй сыграть еще разочек Одежда Парфюмерия, мыло, шампуни Хлеб Мука Орехи Хлопок Хлопок Ель Солома Овес Лен Сосна Ой, малыш, что-то ты сделал не так Попробуй сыграть еще разок А здесь ты узнаешь, как свет влияет на растения Малыш, для этого чуда тебе понадобятся две луковицы и две баночки с водой Помести луковицы в баночки с водой Одну луковицу поставь прорастать на солнечное место Вторую луковицу поставь прорастать в тени Подожди несколько дней, пока не появятся перышки лука Ты увидишь, как произойдет маленькое чудо Ростки луковицы, которая росла на солнышке, будут светло-зелеными А у луковицы, которая росла в тени, темно-зелеными Так получилось, потому что в растениях есть особое зеленое вещество Хлорофилл Оно ловит солнечные лучики А если солнечных лучиков мало, то количество хлорофила увеличивается И листики растения становятся темнее Ты можешь все это сделать дома и убедиться сам Напитки Напитки Масло Хлеб Мука Одежда Кофе Какао Подсолнечник Ель Овес Чай Арахис Малыш, попробуй сыграть еще разок У тебя обязательно получится Чтобы начать сначала, нажми чистый листик Пряности Пряности Хлеб Масло Парфюм Перец Ель Ваниль 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 Овес Арахис Пшено Кориан Малыш Ой, малыш, что-то ты сделал не так Попробуй сыграть еще разочек Напитки Масло Хлеб Мука Одежда Гречка Арахис Подсолнечник Кофе Кофе Какао Овес Кукуруза Кукуруза Лен Рис Пшено Ель Солома Чай Хлопок Подсолнечник Молодец, малыш! У тебя все получилось! Малыш Теперь ты очень многое знаешь о растениях. Если хочешь, можешь снова поиграть в игры или посмотреть полезную информацию о растениях. А еще ты можешь показать друзьям и родителям свой гербарий и рассказать им много удивительных историй из жизни растений. Это твой гербарий. Здесь находятся все растения, которые ты собрал. Листать вправо. Малыш Малыш, это огурец. Родиной огурца считают Индию, где он был известен еще до нашей эры. А ближайший родственник огурца – дыня. Малыш, это черемуха. Малыш, это герань. Древние греки дали имя герани от слова журавль, потому что плоды герани были похожи на клюв журавля. В Германии герань до сих пор называют аистиный нос. Малыш, это арахис. Арахис – бобовое растение. Его плоды созревают под землей, поэтому русское название арахиса – земляной орех. В плодах арахиса много масла. Первыми начали выращивать арахис еще древние инки, которые жили много веков назад в Южной Америке. Выход Малыш, ты действительно хочешь выйти из игры?